В Магнитогорске уже в 21 раз прошел маршрут памяти. По знаковым для нашего города местам воинской и трудовой доблести прошли сотни горожан. От воспитанников детских садов и до школьников, до ветеранов войны и труда. Организаторами акций традиционно выступили Совет ветеранов. Автономная некоммерческая организация «Люди долга» при активной поддержке администрации города и Магнитогорского металлургического комбината. Впервые в этом году мероприятие прошло при поддержке фонда президентских грантов. Около 27 миллионов жизней. Именно такую цену заплатила наша страна за победу. Если бы минута молчания была объявлена по каждому советскому человеку, погибшему в годы Великой Отечественной войны, то мир замолчал бы более чем на 50 лет. Увы, с каждым годом становится меньше свидетелей тех трудных времен. Однако у потомков остается главное – память. Ведь это очень важно – чтить память, знать наших ветеранов, особенно знать нашу историю, нашего города, Магнитогорска, который внес огромный вклад в победу. То есть Магнитогорск и Челябинск – это были практически той стальной основой этой Великой Победы. И очень важно, чтобы дети это знали. По традиции маршрута памяти, колонны ветеранов и учащихся городских школ стройными рядами прошла от проспекта Ленина до Вечного огня у монумента тыл фронту, где состоялся торжественный митинг. Память погибших в самой страшной войне 20 века, присутствующей почти ли минутой молчания. Затем в честь победителей были даны оружейные залпы. После официальной части состоялось возложение гирлянды и цветов к Вечному огню. Это дань памяти предкам, ковавшим победу. Ведь действительно, нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Более 32 тысяч наших земляков сражались на фронте. Из них 14 150 человек пали в боях за Родину. У каждого из пришедших на митинг свои воспоминания о Великой Отечественной войне, своя боль. Чтобы наши потомки помнили, что это очень важно и никогда не забывали об этом. Я считаю, что данные мероприятия нужны для того, чтобы люди понимали, какой ценой далась нам победа, для чего все это было, для мирного неба над головой. Чтобы сохранить память, память о тех, кто воевал для нашей страны, кто победил. Следующей остановкой в маршруте памяти стало Левобережное кладбище. Участники акции почтили память погибших у мемориала «Братские захоронения». Затем прошли к могиле Григория Носова, директора которой руководил ММК во времена Великой Отечественной. Завершилась акция «Устылый воинам-интернационалистам». У истока стоял Александр Алексеевич Волосняков. 21 год тому назад он придумал эту акцию со своим коллективом. Вот сегодня это просто мероприятие, посвященное Дню Победы. А вообще маршрут памяти проходит весь год. Весь год есть дневник, есть карта прохождения в каждой школе. Идет поисковая, краеведческая работа. В качестве заключительного аккорда был организован обед для ветеранов и участников акции «Маршрут памяти». Игорь Гурьянов, Павел Берсеник, Евгений Грудик. Телекомпания ТВИ. Игорь Гурьянов, Павел Берсеник.